Радио Болтком Радио Искусство Программа «Синема» Поехали! Мы яркие, привлекающие большое количество зрителей. Олег Пека и Владимир Веселов с вами. Привет-привет! Да, всем привет! Ну что, у нас сегодня очень много и юбилеев, и каких-то тем. Вот я не знаю, с чего начнем. Мы можем начать с картинчика, с премьер. Можно рассказать о том, что вот в американском бокс-офисе происходило. И там, вспомнив фильм про «Черный телефон», перейти к основной теме Стивена Кинга. Ну, наверное, сначала просто скажем про премьеры, потому что их там целых одна, по-моему. Ну да, целых одна. Вот, и понятно, почему она одна, потому что это очередная экранизация комиксов популярных марвеловских вселенная. Марвеловская вселенная, имеющая миллионы, миллиарды поклонников во всем мире. Поэтому, видимо, другие фильмы решили отложить на следующую неделю, чтобы не составляли никакой конкуренции и чтобы не выглядели жалко на этом фоне. Ну, как бы ни было, это, значит, очередной сольный фильм о приключениях скандинавского бога Тора. С все тем же Крисом Хэнсвортом в главной роли. Вот, я думаю, что тысячи фанатов и в Латвии возликовали, и уже купили билеты, и ждут, предвкушают то, как они сядут и будут смотреть очередные приключения этого персонажа. Тем более, что в рекламном ролике там какие-то, в общем, пикантности нам обещают, что он там что-то теряет, по-моему, нижнюю часть своего костюма. Ну, в общем, кино... Ну, факт тот, что там возвращается его, так скажем, любовный интерес, исполняемый Натали Портман, что тоже, в принципе, не может не радовать, потому что она снималась в первом и втором, по-моему, Торе, а потом пропала, потому что там были сфокусированы зрения на других персонажей, и они как бы вроде разошлись, и теперь она возвращается, и не просто как человек, а тоже как супергерой. Ну, в общем, там все, значит, семейные какие-то хитросплетения будут зашкаливать. Вот, что тут еще скажешь? На самом деле, ну, я думаю, что все фанаты и так все знают, а для нефанатов, конечно, это будет, наверное, не сказать, чтобы прямо вот то зрелище, на которое им стоит обратить внимание, потому что, конечно, кинематографическая вселенная Марвел, как она официально называется, она, конечно, уже достаточно... там уже почти 30 фильмов, и, в принципе, учитывая, что они какую-то общую сюжетную линию имеют, какую-то вот такую сквозную логику повествования, начинать, например, просмотр именно с 29-го или там 30-го или 31-го, как-то очень сложно. А держать в голове все 30 фильмов, сюжет тоже становится уже непросто, особенно таким стареньким, как мы. Вот, то есть уже, учитывая, что первый Тор вот из этих 30 фильмов вышел, по-моему, четвертым в этой кинематографической вселенной, именно сольный проект о Торе вышел то ли третьим, то ли четвертым фильмом. И, естественно, что там происходило, уже, собственно говоря, и не помнится. А пересматривать 30 фильмов перед тем, как посмотреть этот, уже проблематично. В общем, постепенно вот эти все экранизации комиксов, они становятся такой уделом у таких упоротых фанатов, так называемых гиков. Мне кажется, и простым зрителям все труднее начинать просмотр именно вот с нового фильма. Хотя, наверное, киномоинные создатели стремятся как-то это исправить, но подозреваю, что это не очень хорошо получается, потому что я пытался смотреть вот «Доктора Стрэнджа» и понял, что… не очень понял вообще, что там происходит, хотя в свое время с интересом смотрел все фильмы Марвел, но в какой-то момент вот остановился, потому что плюс к ним присоединили… сейчас присоединилось активно… они создают и сериалы, а, конечно же, смотреть все фильмы и сериалы – это действительно удел очень таких упертых фанатов и гиков. Если ты не как-то пропустил сериал, то так или иначе его сюжет влияет на сюжет следующих фильмов, и ты понимаешь, что что-то ты упустил в этом всем. Поэтому, если вы не смотрели и не знаете, о чем, собственно говоря, этот фильм, не знаете этих персонажей, не факт, что вы поймете, что там происходит, но, мне кажется, таких людей, которые совсем не знают, ничтожно мало, так скажем. Поэтому шансы на это минимальны, но, тем не менее, предупредить, наверное, стоит. Я хотел только добавить, что вот читал недавно поразительный факт о том, что в какой-то момент Марвел вообще предлагали купить весь пакет всех этих персонажей за какие-то смешные деньги. И вот, ну, сейчас я не помню, что студия какая-то купила только Бэтмена, если я сейчас вот боюсь, вот сейчас я запутся. Бэтмен – это не Марвел. Нет, это DC, да. Вот какого-то одного из персонажей Марвела купила киностудия, отказавшись от остальных персонажей. Она сказала, кому они нужны. И вот, собственно говоря, сейчас реальность показала, что насколько это все… Ну, да, бывают такие потальные ошибки. Ну и, да, вот про Тора я еще хотел сказать, что Кристиан Бейл там сыграл замечательно. Да, не последний, конечно, плюс – это отрицательный персонаж. Они всегда такие харизматичные в фильмах, потому что, наверное, к положительным главным героям уже привыкаешь, и, в принципе, они везде однотипные достаточно, а антигерои всегда разные, поскольку они погибают, как правило, в конце, и поэтому их обновляют, и каждый раз стремятся делать все более и более ужасными, харизматичными и прочее. И в этот раз отрицательную роль дали сыграть Кристиану Бейлу. Что интересно, он же играл Бэтмена в экранизации DC, то есть еще один актер, которому посчастливилось, так скажем, сыграть в экранизациях конкурирующих комиксовских фирмах. Вот, только там он играл супергероя, а здесь он, значит, сыграл суперзлодея, и его игру, в принципе, что там, что здесь, очень хвалят и говорят, что чуть ли не бест оф, значит, злодеи в этой вселенной. Ну, по крайней мере, один из лучших злодеев во вселенной Марвел. Ну, в принципе, зная Кристиана Бейла, нетрудно в это поверить. Его самоотдача при съемках, она стала притчевой языцах. Известно, что он худел до умопомрачения, и вот он толстел до умопомрачения, как-то изменялся, видоизменялся и прочее, прочее. То есть, наверное, для роли злодея он стал просто настоящим злодеем и творил какие-нибудь ужасы на съемках. И еще я хочу отметить, что режиссером является новозеландский режиссер Тайка Вайтити, который прославился фильмом «Что мы делаем в тени», по-моему, так его переводили у нас. Да, и очень было много интересного с тем, что Тайка Вайтити, снимая, казалось бы, такое малобюджетное кино, неожиданно попал в... Ну, его взяли в большую высшую лигу, и он себя проявил очень ярко и старается всегда что-нибудь... Ну, он старается не... Ну, как бы это сказать? Он все-таки не ремесленник, он художник. И это отличает его, даже будучи поставленным в жесткие рамки, он старается сохранить какую-то свободу творчества, и он старается сделать кино каким-то более художественным, что ли. Поэтому я тоже вот обращаю внимание на это обстоятельство, потому что Тайка Вайтити... Ну, он же сыграл Гитлера в «Кролики Джоджо». Ну, в общем, он, невероятно, интересная такая личность. Он и актер, и режиссер. С юмором человек, в общем, и целом. Так что вот эта премьера, и еще раз хочу напомнить, что есть возможность пересмотреть «Бесславных ублюдков» на большом экране. Вот «Кинокулз» 9 числа предлагает посмотреть эту картину. Да, «Квентина Тарантино», которая вот, кстати, на днях появилась новость о том, что у него родился второй ребенок, при том, что самому Квентину там уже за 50. Вот, ну, до определенного момента, видимо, он интересовался исключительно кино, был таким классическим гиком, а вот сейчас... Открыл для себя новый мир удовольствия. Да, да, да. Женился и вот начал активно размножаться, так скажем, то есть это второй ребенок. Ну, и плюс он начал поговаривать о том, что вот как бы уже пора бы и на пенсию, и начали такие муссироваться случаи, что вот он заканчивает свою карьеру режиссера, и он написал пару книг, и теперь может уже, значит, уйти на покой. Ну, посмотрим-ка, действительно ли он пугает это так просто, или он действительно готов уже, значит, снять с себя все эти обязанности и посвятить себя семье, так скажем, целиком и полностью. Ну вот, еще одна новость, она связана с итогами, результатами кинопроката. Это был непростой уикенд, вот, например, для Америки, это же был День независимости, это значит, что лишние копеечки. Всегда считается именно День независимости, как бы главный кино уикенд чуть ли не года, ну, если не считать там, может быть, Рождество. Потому что 4 июля, считается, что это, ну, как в эти выходные, которые выпадают на это время, американцы отправляются массово развлекаться, это барбекю, это шашлыки, ну, шашлыки, в нашем понимании, на природе или на заднем дворе, и обязательный поход в кинотеатр. И вот миньоны восстания Грю, они сумели совершенно дебютировать с ошеломляющим результатом, 108,5 миллионов, это был только уикенд, а еще, если взять дополнительный День независимости, понедельник, это 128 миллионов. Это лучший результат за всю историю, вот, сборов на 4 июля за всю историю американского кинематографа. То есть это новый рекорд, и говорит о том, что публика бросилась в кинотеатры, это говорит о том, что... Соскучилась. Соскучилась, но и это говорит о том, что многие испугались того, что анимационные семейные фильмы, вот после разочаровывающего дебюта Лайт Йера, говорили, что, ну, а вдруг там что-то уже перестали ходить с семьями, придумали себе новые развлечения дома. Нет, получается, что все зависит от фильма. И, ну, вот эта история Грю, которая из возорного мальчика превращается в суперзлодей, она получила большую такую поддержку зрительскую. На втором месте, ну, мы рассказывали в прошлый раз про этот фильм подробно. На втором месте, как ни странно, вот Топ Ган Маверик. То есть это просто вот про Тома Круза у нас сейчас будет отдельный разговор. Все-таки ему исполнилось 60 лет. Пройдемся по вехам его большого пути. Но просто поразительно, что Топ Ган, он не падает. Ну, вот неделя за неделей проходит. У него падение по сборам минимальное. По сравнению с прошлой неделей, минус 13%. И люди идут, очевидно, пересматривают. Он бьет все рекорды, собрал больше миллиарда. И, ну, по миру, конечно, 1 миллиард 110 миллионов. И он обошел «Короля льва» 2019 года, стал 12-м по величине американским кассовым фильмом за всю историю вообще кинематографа. И это еще не предел. То есть наверняка он в десятку попадет. На молот Тома Круза пока еще никто не подбил. Да. На третьем месте это Элвис. У него, может быть, не такие умопомрачительные сборы. Но, тем не менее, 19 миллионов он собрал. Фильм «База Лурмана». Значит, Остин Батлер играет Элвиса Пресли. Все прочие, там, чуть ли не Оскар за исполнение этой роли. То есть критики в восторге. Том Хэнкс сыграл его менеджера. Но, в общем, относительно Тома Хэнкса как раз более такие критичные высказывания, что слишком много грима, который закрывает его актерскую игру. И, в принципе, учитывая, что фильм рассчитан не на подростков, а все-таки на более старшую аудиторию, чай не про Джастина Бибера фильм, все-таки про Элвиса Пресли, это очень хорошие показатели. Ну, то есть все говорят о том, что за две недели 67 миллионов, сборы мировые там общие составили 113. В общем, ну, как бы он себя окупит, это не провал для База Лурмана. Ну, слава богу, потому что я очень люблю этого режиссера, и каждый раз, ну, ты боишься, скрещиваешь пальцы. Ну, дай бог, чтобы все у него получилось, чтобы он смог следующий проект запустить. Ну, и вот на четвертом месте мир южского периода Доминион, который критики вроде бы раскритиковали, но зрители продолжают ходить, и, в принципе, у него очень неплохие тоже показатели, 332 миллиона в Америке и почти 500 миллионов по миру. То есть, ну, это, ну, я думаю, что он показывает себя... А, нет, вру, у него общие сборы 824 миллиона, то есть это были... Более чем достойно. Да, то есть это, в принципе, он себя окупил, то есть это понятно, что это, несмотря на разговоры критиков, тем не менее, это хит. И вот завершает пятерку как раз черный телефон, в котором Итан Хоук играет серийного убийцу в «Маске». И эта картина, ну, она ведь, несмотря на то, что ее всего, вот вся мировая выручка 74 миллиона, то есть, ну, вот сейчас мы говорим, там, миллиарды, там, кажется, что это как будто бы не очень много. Но это, я понимаю, все-таки не блокбастер-блокбастер, то есть это малобюджетный фильм. Действие, опять-таки, там происходит практически там в замкнутом пространстве. То есть расходы минимальные. И именно поэтому это может оказаться достаточно прибыльным, очень даже неплохим, вот, по прибыльности в соотношению затраты сборы проектом. Вот. Ну и, как мы уже рассказывали, фильм снят по рассказу сына Стивена Кинга. Да. Который работает под псевдонимом Джо Хилл. Вот. И главное, что это не первая экранизация его рассказов. Он выпустил там достаточно несколько десятков рассказов тоже в жанре ужасов. Пошел по стопам отца и уже не раз привлекали эти рассказы кинематографистов. По ним снимали фильмы. Но, по-моему, не было такого прямо вот успеха, как в данном случае. Видимо, тут сыграли какие-то другие, значит, причины. Возможно, вот главной роли Итан Хук. Итан Хук, возможно, еще что-то. Но, как бы то ни было, это хорошо. Потому что теперь, чем ему похвастаться перед отцом именитым, наверное, не все будут говорить, что как бы там талантом обделен, так скажем. То есть успехи есть. Вот. Ну и стоит добавить, наверное, что все пять фильмов, которые ты сейчас перечислил, они идут у нас в кинотеатре. Поэтому все, что вы послушали, все можно посмотреть и у нас. Добавить тоже чуть-чуть в кассу местного кинопроката. Ну и говоря про Стивена Кинга. Кстати, вот Джо Хилл, он снимался вот вместе со Стивеном Кингом, с папашей, в эпизодических ролях. Я вот не помню, правда, в каком фильме. Но Стивен Кинг, он периодически мелькал на экранах. В картинах, ну, понятно, по своим сценариям или экранизациям книг. 29, по-моему... Нет, 23. 23 на сегодняшний день роли у него в кино. Ну, это чаще всего это камео. Какие-то маленькие появления. Это просто, ну, какая-то фишечка для киноманов, которые узнают в лицо Стивена Кинга, для которых это какой-то радостный такой вот, ну, маркер. Да, в последний раз, по-моему, я его как раз в последней экранизации «Оно» видел. Он там играет продавца в магазине, просто куда заходят главные герои, видят там какой-то велосипед или что-то такое, и вот продавец, продавца играет сам Стивен Кинг. Появляется на пару секунд. Ну, да, тем, кто узнал, те порадовались. И вот Стивену Кингу хватило все-таки, ну, скажем, ума, вот какого-то чувства такта. Он пытался себя проявить и в режиссуре. То есть он не лезет, ну, то есть не пытается играть какие-то большие роли в кино. Хотя ему иногда удается, но эпизоды тоже удаются. Там очень смешно, весело. Но, тем не менее, он не лезет на экраны. И после того, как в режиссерском кресле он получил номинацию на «Золотую малину», по-моему, какое-то максимальное ускорение было? Максимальное ускорение, да. Очень старый фильм, лет 40-30 с чем-то, о том, как из-за НЛО или метеорита ожили все электронные приборы, машины и прочее, и начали нападать на людей. Ну, по тем временам, наверное, это смотрелось не так смешно, как и сейчас. Это было вообще дико и смешно. Тогда это было менее дико и смешно. Но все равно фильм был неудачный, откровенный. И Кинг сказал, что если вы меня спрашиваете, почему я не занимаюсь режиссурой, то посмотрите этот фильм, и вы все поймете. Ну, да. Хотя вот... Самокритикой у него все хорошо. Сейчас, в принципе, вот эти приборы, они разговаривают и общаются друг с другом. И мы без человека, и, в принципе, никого это не пугает. Вот. Но говоря вот про Стивена Кинга, в самом деле ведь его успех был связан как раз-таки как писателя с кинематографом, потому что именно благодаря экранизации романа Керри в 1976 году и успеху того самого фильма, вот со Сейси Спейсек, ну, тут надо заметить, что очень хорошо был сам фильм снят, и прекрасно сыграла молодая еще тогда вот актриса. И тогда вот... Режиссер именитый Брэнда Пальма. Да, да, да. Там все сошло с ней. Дебют получился удачным, и дальше все поехало закрутилось. Ну, просто вот то, что этот кинодебют, он раскрутил Стивена Кинга, я хочу сказать, как писателя, потому что именно благодаря кинематографу многие узнали его, что это Стивен Кинг, им захотелось почитать другие его произведения. И сейчас, вот на сегодняшний день, наверное, Стивен Кинг один из самых экранизируемых, ну, если брать вот ныне живущих авторов, так это точно, потому что если собрать, сложить все сборы его фильмов, а еще туда можно добавить и телесериалы по его фильмам, и мини-сериалы, то есть это... В районе ста где-то экранизаций минимум, причем это коммерческих экранизаций, потому что да будет известно всем начинающим кинематографистам и интересующимся, и желающим. Стивен Кинг, такой благотворитель, он за один доллар предлагает экранизацию экранизацию любого его рассказа начинающим режиссерам. То есть если вы начинающий режиссер, и вот вам надо снять какой-нибудь свой дебютный фильм в институт для вступления и прочее, то вы можете написать Стивену Кингу, попросить у него разрешение, он за один доллар вам разрешит это сделать. Вот такой вот он замечательный человек. Поэтому сколько конкретно... И понятно, что этих фильмов мало кто видел, может, кроме самого Стивена Кинга и режиссера. Но поэтому сколько этих фильмов, наверное, еще сотню наберется. Так что... Я смотрел список, там очень действительно внушительный, причем интересно, что сын Александра Домогарова там в качестве режиссера указан. То есть там можно найти очень много интересных. То есть вот личности кто-то прославился, кто-то остался в безвестности, но это в принципе... Надо сказать, что вот одним из тех, кто воспользовался этой программой, был Фрэнк Дарабонт. Я не знаю, как его фамилия. Дарабонт. И он снял, не помню, какую он там короткометражку снял, и все понравилось, сотрудничество понравилось, и в результате он стал автором самых... трех самых известных фильмов по Стивену Кингу. Вот. То есть те, которые знают все, которые стали одним из лучших вообще фильмов. Это «Побег из Шоушенка», это «Зеленая миля» и это «Мгла». То есть все эти три фильма на основе Стивена Кинга снял Фрэнк Дарабонт. Это какое-то мега-плодотворное получилось у них сотрудничество, потому что тот же «Побег из Шоушенка» входит в... Ну, стабильно входит в топ, ну, не знаю, пять, наверное, три лучших фильмов всех времен. То есть, по крайней мере, по топам киношных сайтов он всегда там фигурирует. Да, и очень интересно, что в свое время так вот просто, ну, совпало, что «Побег из Шоушенка» просто столкнулся с Форестом Гампом в борьбе за «Оскар», и тогда как-то очень досадно проиграл по всем статьям. То есть, его... Я даже читал, ну, мнение одного из кинокритиков, специально чуть ли не задвинули на второй план, чтобы он не мешал триумфу Фореста Гампа, дескать. Вот это настоящий американский фильм. Однако вот прошло время, и, как ни странно, может быть, Фореста Гампа, ну, вспоминают все реже, и, ну, да, он как-то так стоит, но тоже на почетном месте. Но вот «Побег из Шоушенка» у него какая-то зрительская любовь, потому что эта картина, вот несмотря на то, что Стивена Кинга часто, ну, считают таким очень мрачным автором фильмы ужасов, считаются это жанр, где обязательно все должно закончиться плохо, нету какого-то счастливого конца, все должны погибнуть. Но, тем не менее, вот у Стивена Кинга есть произведения, которые невероятно знаменуют собой волю к жизни. Вот, как бы ни странно звучало, и «Зеленая миля», где тоже вот, ну, хорошо, там погибает вот главный герой, но, тем не менее, своей смертью вот он все равно вызывает какие-то позитивные чувства в сердцах людей, которым хочется продолжать его дело, я не знаю, делать какие-то добрые дела. И это очень забавно, что в «Зеленой миле» это сыграл Том Хэнкс, который вот играл Фореста Гампа. И вот «Побег из Шоушенка» это, в принципе, вот какой-то, ну, про лягушку, которая вот сбивает в крынке с молоком сметану, кусок масла, чтобы выбраться. То есть это, в принципе, вот никогда не сдавайся, бейся до конца. И это очень такие, ну, позитивные, неожиданно мысли. И я хочу сказать, что у Стивена Кинга есть такого рода, вот именно стоящие чуть-чуть в стороне от ужасов, романы, произведения и экранизации. В частности, «Останься со мной». Это очень трогательный фильм про взросление, про вот детей, которые отправляются на... Господи, я уже забыл, что они там искали пропавшего... Они искали тело погибшего мальчика. Да, да. И вот там, пройдя через какие-то испытания, вот они как бы взрослеют к концу фильма. Очень такой позитивный, удивительный фильм, который смотрится как абсолютно нормальная драма, вот такое взрослое кино. «Сердца в Атлантиде» с Энтони Хопкинсом, тоже такой хороший фильм. «Одиннадцать, двадцать, два, шестьдесят три». Это, ну, мини-сериал, который, с одной стороны, это фантастика, о человеке, который перемещается в конец пятидесятых годов, и он может спасти Джона Кеннеди, понимать, что он, ну, зная вот об убийстве. И это, с одной стороны, вот какая-то очень трогательная тоже история, которая нас погружает в те времена и показывает, что чем-то было лучше, а чем-то было хуже. Был расизм, но люди, может быть, были добрее, более искренними, более наивными. То есть вот фильмы, которые, они не ассоциируются с ужасами, которые, вот поразительно, что Стивен Кинг очень разноплановый автор, и он умеет создавать атмосферные картины, вот такие, как, не знаю, «Лангольеры», «Противостояние», там, тот же самый «Мизери», это тоже такой психологический ужас, а не ужас с какими-то там скелетами или там с какими-то там чертовщиной. То есть очень-очень, очень разные. И та же самая «Мгла», я до сих пор вспоминаю, там же ведь ужас именно не в том, что что-то за пределами супермаркета, а то, что люди от страха начинают сами решать приносить искупительные жертвы, они начинают, в общем, творить какие-то страшные мерзкие дела именно вот под влиянием этого внешнего страха. Ну да, это, в общем-то, фишка Кинга, как говорят, у него ужасы внешние, конечно, фигурируют, но, как правило, они становятся лишь катализатором тех ужасов, которые, собственно говоря, у человека внутри происходят, и главные монстры в его таких именно страшных рассказах это в большей части сами люди, то есть все остальное это как бы внешний антураж, который просто позволяет этим людям как бы проявить себя с хорошей или плохой стороны, так скажем. Ну и да, действительно, то есть можно посмотреть, что самые популярные экранизации Кинга, как правило, это не, вот как ты говоришь, не ужас, ужас со скелетами, а именно такие, если с каким-то страхом, то более мистические, так скажем, и мистические драмы, а тот же Шоушенг, там вообще нет никаких ужасов, то есть они минимальны. Ну, видимо, это показатель того, что на самом деле он хороший писатель, и его читают не... Ну, я сам, честно говоря, не большой фанат, ни в плане читать, ни в плане смотреть, но слышал отзывы, что у него очень хороший язык, и, в принципе, это многое объясняет, то есть для такого человека, в принципе, канва только позволяет ему показать свой талант, а дальше уже главная история, она увлекает. И, соответственно, тут важно, если говорить об экранизации, важно выбрать правильного режиссера и правильный сценарий, и правильно показать все это, потому что пишут, что не так-то просто все его рассказы с многочисленными какими-то... Ну, они достаточно объемные, перенести на экран, и часто многие сюжетные какие-то арки, линии из его рассказов и романов приходится вырезать, и в результате иногда получается хорошая экранизация, иногда не получается. То есть, насколько я помню, вот достаточно культовое его произведение «Темная башня», потому что там, я так понимаю, что там целый цикл его произведения, ну, вот этих вот, вокруг этого крутятся «Темная башня», «Черный человек», там какая-то такая вот история, и вышла экранизация с Мэтью Макконахи, и она абсолютно не выстрелила, то есть, было абсолютно это самое какое-то разочарование фанатов и зрителей, и продолжения она так и не получила, все ждут, что когда-нибудь все-таки у кого-нибудь еще, так скажем, замахнется на Вильяма нашего Шекспира, то есть, кто-нибудь сможет экранизовать этот цикл, но пока еще никто не может. Ты сказал вот про хороший язык, я просто знаком близко с одним из переводчиков Стивена Кинга, Вадима Релихман, который сейчас возглавлял какое-то время даже издательство «Молодая гвардия», да, по-моему, ЖЗЛ, и он переводил, в 90-е годы он начинал, по-моему, чуть ли не с полупиратских, а затем, ну, это уже все было легально, официально, но он как раз отмечал, говорил, что Стивена Кинга очень, ну, ему было интересно переводить, потому что очень хороший язык, и у меня даже хранится вот один из переводов, там, Олегу, от автора, от, ну, имеется в виду переводчика все-таки, Куджо, роман, и я хотел еще сказать, что была все-таки на старуху проруха, вот все-таки поразительно, почему сияние Кубрика вот так не понравилось Кингу, что он решил потом переснять эту экранизацию в виде сериала, но которая все-таки, ну, как вот, с Кубриком не могла быть сопоставима, конечно, к сожалению, но здесь... Там, видимо, столкновение двух гениев, так скажем, в одной комнате, гений Кинга с гением Кубрика, они столкнулись, у каждого было свое видение, Кинг не хотел, значит, отступать от своего видения этого произведения, Кубрик не хотел отступать от своего, в результате Кинг психанул и сказал вообще, мне это не нравится, и там, убирайте мое имя и прочее, ну, как бы, слава богу, каждый получил свое, Кубрик получил свой замечательный фильм, за который его все хвалят, Кинг как бы, хоть и недоволен, но получил тоже, это, по-моему, вторая экранизация его после вот этого от Роскэрия, вот, получил, то есть, еще одну хорошую, значит, толчок для старта карьеры, ну, все должны быть довольны, наверное, Кинг уже не так категоричен, я так подозреваю, если его так по чесноку спросить, ну, тем более, что экранизация вторая, о ней вообще мало кто и знает, собственно говоря, то есть она настолько мимо, видимо, пошла, что никому, никого не заинтересовало, ну, единственное, что вот стоит добавить, что сколько, три года назад вышло продолжение «Сияние», называется «Доктор Сон», в принципе, насколько я помню, всем понравилось, но тоже, в аналоги фильм не вошел и культовым не стал при этом, наверное, Кубрик, наверное, что-то знал и правильно отстаивал свою позицию. Ну, и я хочу еще напомнить, что Стивен Кинг писал и под псевдонимами, и вот Ричард Бах, по-моему, так было. Бахман. Бахман, Бахман, да. Бегущий человек вот со Шварценеггером, тоже там культовый в свое время боемик. я прочитал, да, и абсолютно они очень, то есть, этот рассказ не очень похож на, собственно говоря, то, что получилось в результате фильма со Шварценеггером, вот, там только канва, сам смысл в том, что происходит и игра с живыми людьми и прочее, а все остальное не очень сходится, вот, и, но можно сказать, что вот, да, Шварценеггер тоже засветился в экранизации Стивена Кинга, то есть, кто не знает, Бегущий человек вроде как основан на этом рассказе, но, опять же, есть, например, байка, что «Газонокосильщик», всем известный фильм такой эпохи 90-х, «Остановление компьютерных технологий», тоже основан на рассказе Стивена Кинга, хотя на самом деле там только, вот, от Кинга там только название «Газонокосильщик», и все, а, собственно говоря, то есть, киношники его купили, прочитали, решили, что, видимо, они прочитали уже после того, как купили, потому что поняли, что это, конечно же, снимать нельзя, и взяли, переписали все под себя, и сняли вот фильм, который, в принципе, обрел статус культовости, но Кинг сказал это вообще, что это такое, ко мне не имеет никакого отношения, и убирайте мое имя из титров, я к этому никакого отношения не имею. Вот такая тоже. Да. Ну что, у нас, я смотрю, осталось очень мало времени, буквально 4 минуточки, можем, ну, сказать, что сегодня, вот, сегодня родились... Я хотел просто перед этим сказать, а то потом не успеем, что Еви Грин сегодня 42 года, вот девушка Бонда и очень талантливая актриса, 76 лет Сильвестру Сталлоне, ну, не круглая дата, но тем не менее, вот культовый актер и Рэмбо, и Рокки, и вот там две франшизы, которые держат его на плаву, неудержимая сейчас еще одна франшиза, и Кевин Харт, темнокожий комик-актер, ему 43 года, вот и 60 лет, но не сегодня, 3 июля, но тем не менее, вот Тому Крузу... Поэтому, когда вы смотрите все фильмы Тома Круза, вот в особенном миссии невыполнимой, видите, как он там прыгает, летает и прочее, вы держите в уме, что все это делает, по крайней мере, так гласит корпоративная легенда, что все это он делает сам практически без участия каскадеров, и этому человеку 60 лет, то есть сопоставьте все эти факты и поразитесь, и, значит, смотрите, открыв рот, потому что режиссер вот новой серии миссии невыполнимой, которая сейчас планируется, он поздравил Тома Круза, выложив в интернет кадр, где запечатлен момент, когда вот в полете легкомоторный, одномоторный самолет, это такой с двумя, с четырьмя крыльями, ну, такой, как а-ля кукурузник, вот он летит в воздухе перевернутый, и на верхнем крыле болтается ногами вниз человек, и, судя по тому, что этим кадром поздравили Тома Круза, видимо, этот человек и есть сам Том Круз, вот, и, значит, намекая на то, что это он на самом деле вот так вот рисковал своей жизнью, человек, человеку, там, 59 лет, то есть, можно только поразиться, и просто полный респект, наверное, что вот он, и, наверное, действительно стоит сказать, что вот мы говорили в прошлом передаче насчет суперзвезд, что Том Круз действительно последняя суперзвезда такого именно формата, когда, наверное, я вот думал, как этот формат определить, когда ты смотришь, что выходит новый фильм и Том Круз в главной роли, ты понимаешь, что вот у тебя твердая вера, что Том Круз не снимется в плохом фильме, то есть, то есть, это сейчас очень сложно и мало таких актеров, когда ты вот смотришь и веришь, что вот абсолютной лажи не будет, то есть, практически все они так или иначе снимались в каких-то не очень хороших картинах за деньги и прочее, и растеряли чуть-чуть вот это вот, значит, уважение, так скажем, и доверие, но Том Круз, по крайней мере, держит марку и действительно может назваться вот таким супергероем, который как бы гарантирует качество фильма и не имеет значения, какой это будет жанр, какой будет сюжет, ты веришь, что если в нем снялся в главной роли Том Круз, значит, это будет хорошее кино. Я хочу еще добавить, что Том Круз, даже если фильм не собирает больших там 100 миллионов, обычно все фильмы с Томом Крузом, они держат планку не меньше 100 миллионов. Если это меньше 100 миллионов, то это просто будет качественный драматический фильм, такой как «Магнолия», например, за который Том Круз получает номинацию на «Оскар» или там «Золотой глобус». И то есть это... А если это будет камео там как «Солдатах неудачи», то это будет такое камео, которым потом будут все говорить. Вот как он клево сыграл толстого лысого продюсера, как он там клево станцевал, этот момент вырежут отдельно и будут на Ютубе крутить там и прочее. То есть, ну вот, как я и говорил, что пока Акелла не промахнулся в данном случае, а Акелле уже 60 лет, в принципе, за 40 лет карьеры, как минимум, если не больше, наверное, он начинал очень рано сниматься. Да, я хочу сказать, что при всем разбросе жанров, боевики, фантастика, практически драмы, триллеры, детективы, то есть очень много жанров. Кроме этого, он не только исполняет, ну, исполняет все трюки, но в мюзикле «Рок на века» он ухитрился сам еще и спеть, сыграть рок-звезду и спеть так, чтобы это не выглядело позорно на экране. То есть, ну, удивительно, что ему помогает держаться на плаву, какие вот силы, но, наверное, об этом мы уже не успеем сказать. Это отдельная совершенно тема, которую вот можно рассказывать и рассказывать, но, к сожалению, времени у нас уже нет. Может быть, в следующей программе продолжим. Владимир Веселов, Олег Пека, программа «Синема» и до следующей среды. Всем до свидания. Да, всем пока. Вы слушаете Радио Болтком.